Осторожно, каникулы. Для детей наступило самое любимое, но в то же время и самое опасное время года. Что необходимо сделать, чтобы летняя пора не обернулась трагедией? Сегодня рассказали журналистам. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять, писал Корней Чуковский. Только вот опасность подстерегает и в Чувашии, далекой от Африки злых крокодилов и горилл. Во-первых, водоемы, мест для купания в республике много. Волга, малые реки, пруды, озера. А вот официальных пляжей мало. Только с начала этого года в республике утонули 4 ребенка. Даже присутствие взрослых в данном случае не гарант безопасности. Четыре случая, которые в этом году. Два случая, родители находились рядом, просто детей не контролировали. Это город Шумерли и Марпасадский район. Один случай на Волге, это случай взрослые присутствовали. И единственное, вчера в Канадском районе дети купались сами трое. Один начал тонуть, кричать, двое испугались и побежали звать взрослых. Взрослые пришли, к сожалению, уже поздно. Кстати, в стенах дома ничуть не безопаснее, а то и наоборот. С начала года в пожарах погибло пятеро детей. В прошлом году за аналогичный период один ребенок. Ужасающие цифры называют специалисты и по количеству выпавших из окон детей. Это девять человек. Два случая со смертельным исходом. Возраст, выпавших от года до четырех лет. Причины вот этих падений, они, как правило, одинаковые. Дети самостоятельно забираются на подоконники, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Это стулья, кресла, подставки, игрушки, что угодно, которые находятся рядом. Опираются зачастую на москитные сетки, потому что вот эта москитная сетка создает им иллюзию того, что это окно, что оно держится надлежащим образом, скажем так, и вместе с этой сеткой выпадают. Один из последних шокирующих примеров падения вечером 8 июня полуторагодовалой девочки с 10 этажа одного из домов Чебоксар. Семья готовилась ко сну. Родители решили проветрить квартиру перед сном. Сами ушли по бытовым делам на кухню, оставив в зале с открытым окном двух своих дочерей в возрасте полутора лет и трех лет. Рядом с подоконником находился детский шкаф, игрушка в виде детского шкафа. По всей видимости, полуторагодовая девочка во время игры залезла по этому шкафу на подоконник и оперлася на москитную сетку, которая прикрывала открытое окно. В результате москитная сетка не выдержала и девочка выпала. По данному факту возбудили уголовное дело. Статья «Причинение смерти по неосторожности». Однако ребенка ничто уже не вернет. Здесь нужны меры превентивные. К примеру, блокировка на окнах, чтобы дети не могли открывать их самостоятельно. Ну а самый действенный рецепт безопасности – контроль и внимание родителей. Ольга Беречкина, Антон Вовка, Республика.